Мир вам дорогие друзья, это видео специально для канала Острый угол, если он, конечно, выложит его, ха-ха-ха. Меня зовут Владимир Бергер, я бы хотел вам рассказать о моем опыте на оригинальном телевидении, канал БСТ, Башкирская спутника телевидения, если вы не в курсе. Пять лет, больше пяти лет я работал как художник по свету на передачах развлекательных в самой большой студии в Башкортостане, но впоследствии, когда сменили предыдущего руководителя, десантника, который, на мой взгляд, ничем не занимался, кроме как организовывал воровство на этом предприятии, где основная часть рабочих получали от 8 до 15 тысяч рублей, когда же некоторые избранные, об этом свидетельствовали чеки, выдающие их банкоматы, что когда они снимали зарплату, по 90, по 100 и более тысяч рублей. Соответственно, мы же понимаем, что это общий бюджет зарплаты, и чтобы одни жили лучше, они жертвовали, соответственно, благосостоянием других. Так вот, речь не об этом, после того, как сменили на нового руководителя, мы его непосредственно начальника уволили из-за несерьезного проступка, на самом деле, он просто хотел помочь одному человеку, и его неправильно поняли, но не суть. На место него стал другой, его звали, зовут Тагир, он из нашей обычной простой работы с небольшой зарплатой решил ее усложнить и соединить две смены в одну, обещав нам увеличить зарплату, и действительно, некоторое время мы получали на 3 тысячи больше. Но для нас это было вполне приемлемо, мы терпели, думали, что все изменится к лучшему, поэтому впоследствии даже эти 3 тысячи убрали, а работ осталось столько же, и я решил уйти на практику, помимо моей работы в студии, в корреспонденты. В то время, как я пошел работать в корреспонденты, я также решил не останавливаться на этом, пойти к директору, директор красивый, молодой, перспективный, я думал, ну уж это точно не совок, вот он обладает чувством справедливости, он тут точно решит все вопросы по справедливости и разберется, как же все на самом деле. Я к нему зашел, к директору Рустам Решатович или Рашидович, я извиняюсь, если я ошибаюсь. Он же обещал, в свою очередь, рассмотреть ситуацию и найти какое-то справедливое решение для этого обстоятельства. Конечно, я был впоследствии вызван главным инженером, это типичный совок, я должен был идти изначально к нему вместо директора, поскольку по цепочке идет якобы он, и он мне об этом намекнул, что надо было идти сначала ко мне, а мы его обсудили, все. А я знаю, что этот человек не держит свое слово, совершенно его не интересует его подчиненный, и никакие вопросы решать не собирается, его волнует только его шкура. Меня зовут Владимир Бергер, и сегодня мы находимся на собрании, не митинги, за Навального. Это собрание организовали в честь того, что Навальному запрещают посещать наш город и отказывают ему во всех привилегиях, которые положены каждому гражданину нашей страны по Конституции, но почему-то запрещаются именно в нашем городе. Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте спросить, для чего вы сюда пришли? Почему я подошел к вам? Потому что вы такой мужественный, и дам у вас, женский, я хотел спросить, чтобы сомневающимся людям, что приходят взрослые люди на такие мероприятия, чтобы разрушить их стереотипы. Ну, я еще не самый взрослый по сравнению с остальными здесь собравшимися. Ну, зато вы самый колоритный, в хорошем смысле. Может быть, собрание сегодня. А с какой целью вы сюда пришли? Посещаю собрание данное. Для чего? Пообщаться со своими друзьями. А вы только до друзей сюда пришли? Не из-за Навального, случайно? Много, из-за чего я сюда пришел. Ну, Навальный в том числе. Не только Навальный. А, ну не только Навальный. То есть и Навальный, и друзья, получается? В основном я пришел, чтобы поддержать конкуренцию на выборах. Вот, за Конституцию пришел, если Конституция. Давайте пройдем дальше. Спасибо большое. Здравствуй, дорогой друг. У меня зовут Владимир. Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда пришел? Класс, посмотрите на акцию. Не на собрание за Навальный? Нет. Странно. Здравствуй, дорогой друг. Да здравствуйте, Иван. Скажи, пожалуйста, вот этот замечательный человек. Для чего вы сюда пришли? Прекрасный осенний день. Сегодня день рождения нашего незамечательного президента. На самом деле, мы здесь, я думаю, все собрались с одной идеей. С идеей того, что в нашей стране, наконец-то уже, наверное, должны начать соблюдаться какие-то конституционные права граждан. Я думаю, здесь каждый это скажет. Ну и заодно, вот, ну, меня лично возмущает, что в нашей стране без каких-либо причин задерживают людей на 20 суток. Тем более, что этот человек является главным оппонентом действующего президента. Это незаконно, это отвратительно. Как вы говорите? Про Навального. Про Навального? Про Навального. То есть вы пришли сюда на собрание за Навального, если я не ошибаюсь? Скажем так, за него заодно. За него, в том числе, да. Да, но в первую очередь меня беспокоит то, что наши права конституционные, прописанные в конституции, совершенно не соблюдаются. И в стране происходит полнейший беспредел. Вы недовольны и не ходите молчать. Мне это надоело. Да, мне надоело. Спасибо вам большое, вы очень любезны. Впоследствии, когда я обсуждал всю эту ситуацию с моими коллегами, вы не поверите, естественно, я выражался несколько искренне, когда разговаривал с моими коллегами. Я думал, что они мои друзья, мы же работаем 5 лет, и вроде эстетически они не вызывают какого-то презрения. Оказывается, на меня стучали, и это делали ровно половина моих коллег. После чего директор спустя месяц, я специально терпеливо ожидал, так меня не пригласил, хотя обещал меня повесить о решении. Я пришел к нему сам, 2 часа сидел в приемной или час. Пришел главный инженер, улыбчиво давал мне руку, на что в ответ я просто тупо ему не дал руку, поскольку я не видел смысла в этом здоровом своим человеком, к которому я не имею никакого уважения, кто предлагал мне написать по собственному желанию после того, как ему настучали мои коллеги. После этого директор все-таки вызвал меня, поскольку понял, что я не собираюсь уходить. Он был очень уставший, и очередной раз, выслушав меня, главного инженера, бухгалтерию, узнал о том, что я не вышел на какую-то там передачу, на которую я перед тем, как не выйти, написал заявление о том, что нам ее не оплачивают. Я полгода уже жду этой оплаты, и почему я должен выходить на работу, которая меня не оплачивает. Я написал, соответственно, документ, директор об этом знал, я его предупреждал, и он сказал, и из всего того, что я описал ему, касательно наших сложностей, он увидел только вот, скажем так, мое игнорируемое якобы обязанности, хотя обязанности должны оплачиваться. Это уже не называется рабочими отношениями. Вот, и он решил пойти по легкому пути, сказал, разбирайтесь сами, и я уже не видел смысла продолжать эту борьбу, поскольку я надеялся на здравомыслие директора, но, как и остальные представители нашей среды, он пошел по легкому пути, что опустило в моих глазах до очень низкого уровня. Я не хочу его оскорблять, я все равно к нему как-то тепло отношусь, я потому что верил, что он может исправить эту ситуацию, но, к сожалению, вышло так. О, здравствуйте, дорогой друг. Приветствую. Меня зовут Владимир. Евгений. Для чего вы сюда пришли в столь ненастный день? Да, я думал, будет погода хуже, но не так уж плохо на самом деле. Итак. Я пришел за конституционное право каждого человека быть кандидатом в президенты. То есть вы не согласны с тем, что человеку на незаконных условиях не позволяют участвовать? Да. Не то, что в выборах, а даже приехать в УФУ пообщаться со своими сторонниками на законном собрании. Вы это держите в виду? Именно так. Отлично. Спасибо вам большое. Благодарю. Здравствуйте, дорогие друзья. А, скажите, пожалуйста, для чего вы сюда пришли? Против коррупции. Против коррупции? Ну, поддержать. Да, поддержать. А кого поддержать? Навального. Ну-ка, ну-ка, это вот не правда. Движение будет действовать в власти. Поняли? 2018. Вот эта штука. Что это значит, штука? Почему именно встали знак здесь? Потому что Навальный... Потому что Навальный в 2019 году ставит президентом. Что вы будете думать об этом? Ну, я его поддерживаю. Я поддерживаю движение против вот этого правительства, которое никак не выходит на контакт с людьми. Тоже поддерживали, Ксения. Спасибо, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. А вы за кого сюда пришли? Давайте вы вместе. Мы пришли за Алексея. За Навального! Давайте вместе. Раз, два, три. За Навального! Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Не могли вы быть так любезны рассказать, ах, столь ненастый день вы оторвались от своих дел. До чего же вы сюда пришли? Я пришел для того, чтобы поддержать Алексея Навального, который сейчас находится за решеткой в местах лишения свободы временно. И вы не согласны с этим, что его не закончили? Да, я не согласен. Да, это полностью политически мотивированный арест Алексея Навального и никак не является, допустим, его непосредственной прямой деятельностью. Спасибо большое. Очень четкий ответ. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. А для чего вы сюда пришли? Лично я пришел, чтобы поддержать Российскую Конституцию, потому что я считаю то, что любой гражданин, если он несудимый, если у него есть желание избираться президентом России, то, пожалуйста. И в данном случае я вижу будущим президентом, я уверен, что он им будет Алексеем Навальным. Чтобы поддержать право российских граждан на политическую конкуренцию, на право выбирать того, кто им по душе, чтобы не происходило политических арестов, политической предвзятости в дальнейшем. Спасибо вам большое. Сейчас сумку надо забрать, а то там какой-нибудь маньяк ее похитит. О, какой интересный молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Для чего вы сюда пришли в столь ненастый день? Потому что я хочу, чтобы эта власть отошла от правящего аппарата, чтобы не было такого ментовского беспредела. Потому что я пришел в первый митинг, я боюсь приходить сюда, я не хочу бояться уходить сюда. Я боюсь, что меня полицейские просто заберут, и у меня будут проблемы в школе. Я такое уже читал. И я считаю, это ненормально, это нужно менять, нужно менять всю власть, люстрации Навальный. А в каком ты классе? Десятый. Скажи, ты боишься выходить сюда, но еще больше ты боишься жить в гнилой, развратной, коррупционной монархии, правильно? Я уже в ней живу. Уже в ней живу. Это было его мнение, учтите, десятиклассник, услышите, учтите, классный руководитель. А с безобидными планы. Так вот, самое интересное, извините, что я рассказал про всю историю, поскольку в этот же момент, пока я боролся с моими начальниками, я решил поработать корреспондентом. Я сделал даже несколько сюжетов полноценных, на нейтральные темы. Первые два сюжета получились не очень хорошие, но остальные, когда мне уже опытные коллеги объяснили, как это делается, меня даже как-то похвалили, что получилось довольно неплохо. Ну, как минимум, не хуже среднего уровня. И самое забавное, что когда я искал новости для очередного сюжета и заходил на различные сайты, одна из корреспондентов, если можно так выражаться, это не сексизм, если что. Куда ты зашел? Это же сайт недопустимый здесь. Здесь можно искать новости только на определенных сайтах, которые одобрены министерством, там, каким-то таким-то, каким-то. То есть, представляете, я просто зашел на сайт, который, да, на нем есть иногда некоторые критики власти и так далее, но он не такой оппозиционный, как там «Медуза» и другие сайты, я просто не очень разбираюсь. Самый обычный сайт региональный, который можно найти, наверное, в любом месте. Вот, это был первый случай, когда я был в шоке от того, насколько здесь запуганный народ. Но это еще не все. Сегодня мы узнаем из уст женщины, которая купила детскую книжку, которая оказалась совсем не детской, что же там случилось и что произошло на самом деле. Только сейчас, в программе «Пуст лалят». Я прихожу в магазин, смотрю там, детская книжка, ну, какое-то животное нарисовано, все рисовано. Написано, как, чтобы было, если бы животное разговаривали, ну, я думаю, ну, куплю дочке, ну, она любит книжки детские. Открываю там авто, а там этот конь вот с этой штукой, и написано, не делаю вид, что ты не удивлен. Когда я делал один из сюжетов, все сюжеты, которые вы делаете, проходят через главного редактора или корреспондента, или, можно сказать, ведущего, кто вот будет выпуск вести именно в этот день. Он должен все это проверить и уже потом одобрить. Он несет полную ответственность за это. А на таких условиях, естественно, никто рисковать не будет. И там новости проходят такую фильтрацию, что из всего молока, который приходит, остается только вода. Все сливки ходят куда-то в совершенно сторону. Поскольку, ну, вы поймите, что когда не человек, который написал сюжет, несет ответственность, а тот, кто его должен проверить и выпустить в эфир, тогда, естественно, что человек с другого не собирается рисковать своей работой и так далее. Я не буду их называть трусами, это их решение, хорошо, это не проблема. После чего с одним из ведущих, Азаматом, такой чистый башкир такой, такой, ух, ряха такая, ну, красавец, красавец, узнал, что у меня есть свой YouTube-канал и решил спросить меня, а о чем у тебя канал, ты не мог бы мне показать его? Ну, мне как-то особо плевать, я не очень опасаюсь этим риском, что у меня там с работу увольт и так далее. Но показал ему, думал, ну, может, окажется здравомыслящим человеком, я же не знаю его полноценным. И он увидел, что там оппозиционные ролики, критика власти, и мне понравилось, как он не сказал ни слова, так, без каких-то эмоций на лице, отстранился, потом ушел куда-то, и впоследствии, мне кажется, я не знаю, я не могу утверждать, я не хочу обвинять, что он меня настучал, что, ну, типа, понимаете, Шамиль Зимьярович, не стоит таких людей задержать, все-таки, ну, оппозиционер. То есть, представьте, какие вот шкуры, с какой шкур на население, но все равно это часть населения, все равно это, правда, проценты их характеристика добродетелей, что стучат на своих коллег даже без необходимости. То есть, их никто там не пытал, не угрожал им ничем, просто тупо для того, чтобы, я не знаю, может, показаться лучше, чем они есть, или для своих начальников и так далее. Ну, конечно, зарплаты по 60-90 тысяч, это дело, видимо, для них приемлемо. О, какой прекрасный мужчина. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, здравствуйте. А для чего вы сюда пришли? Мы пришли поддержать Алексея Навального. А почему именно сегодня? Сегодня, ну, такой день, незнаменательный, да, это день рождения Путина. В общем, и собирается достаточное количество людей, и я решил прийти поддержать. А вот главный мотив, только ли Алексей Навальный или еще какие-то причины вас беспокоят? Беспокоят вообще множество причин. Беспокоят то, что у нас не проводятся честные выборы. То есть, вы хотите жить в демократической стране? Да, я хочу, чтобы люди сами выбирали свое будущее. Спасибо вам большое, вы очень любезны. А можно взять? Можно. Здравствуйте. А, извиняюсь. Здравствуйте, дорогой друг. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Здравствуйте. Это Андрюша. Очень приятно. Скажите, для чего вы пришли сюда в столь знойный, неприятный день, когда можно было смотреть, побивая чашечку кофе какой-нибудь Шарии? Ну, мы чашку кофе уже попили и вышли поддержать Алексея Навального. А зачем вы вышли именно сегодня? Ну, сегодня собрание проводят, правильно? Наверное, да. Ну вот, и мы пришли на собрание в том числе. А почему вот вы это сделали в принципе? Раньше не получалось, вот сейчас в Уфе и попал, и решил прийти я за Навального в общем и целом. То есть вы не можете просто терпеть вот эту всю безнаказанность или хаос, который творится? Да, безусловно. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуй. Для чего ты сюда такой юный пришел? Я пришел, хочу изменения своей страны, хочу, чтобы она к лучшему шла. А что тебе не нравится, то, что у нас бомбардировщики в Сирии бомбят? Что тебе не нравится в нашей стране? То, что у нас коррупция очень распространенная очень коррупция. Телефон в кадре. Ну что, ладно, ладно. Скажи, пожалуйста, друг, а что ты думаешь при нынешнем режиме? Какие тенденции будут дальше развиваться в нашей стране, если ничего не изменится? Я не знаю, может быть, будет больше митингов, они будут агрессивнее. А ты для чего сюда пришел? Еще раз напомню. Чтобы поддержать Навального. Навального. Это кто такой? Оппозиционер. Понял. Спасибо. И кандидат в президенты. Да. Так, дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте пару вопросов. Можно? Вот Шарий, такой есть мужчина, говорит, что... Значит, давайте я подержу, чтобы было красиво. Шарий, Шарий есть такой человек, он говорит, что на митинге и собрании Навального, а сегодня собрание, на сегодня собрании, приходят только те, кто не достиг даже какого-то 10 класса, щеглы какие-то, миллионы Навального. Это правда? Нет. Я три раза, два раза был на митингах. Разнообразный народ, студенты, пожилые люди. Где-то 40-45, много было. То есть не ограничиваются какими-то там... Нет, 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 нет. А вы для чего сюда пришли? Ну, в поддержку Навального, чтобы и Навального выпустили. А ему нужна поддержка? Конечно, нужна. А вы давно поддержите Навального? Ну, как он выдвинулся. До этого поддерживал, когда он против коррупции. Я «Эхо Москвы» слушаю. Все новости знаю, поэтому «Эхо Москвы» там все разъясняет. Поэтому я в курсе всей политики. Вот оно чё. А почему именно Навального, а не Жириновского? Жириновский, его политика мне вообще не нравится. А почему именно Навального? Навального, потому что кроме него нету. Путин не должен все время руководить Россией. 18 лет побыл, ничего хорошего России не дал он, кроме войн. Что-то, да, по-моему, когда он пришел к власти, я «Эрдалер-2» только прошел. Ладно, ладно, спасибо вам большое. А Путина ничего хорошего не ждет. У нас в Уфе построили некий завод по переработке древесины, «Кронашпан». По всей Европе это предприятие закрыто и запрещено. Но только у нас в Башкирии позволили не только выстроить это ужасное, отравляющее природу сооружение, но дали ему все возможности для развития. Бесплатный там древесин у нас сколько-то лет, там, и так далее. Очень много преимуществ. И построили это отвратительное сооружение по течению реки. В Советском Союзе строили все заводы ниже города, чтобы течение реки уже как бы уводило их за город, а не в город. Эту всю отраву. И этот завод известен тем, что он отравляет настолько сильно воздух, что люди начинают кашлять, задыхаться, как с Хибай, наверное, слышали истории. И самое забавное, что вот этот телеканал, на который работал БСТ, часто хвалил корреспонденты за свои эти копейки позорные, показывали, как же Кроношпан на самом деле безвреден и полезен для Башкирии, что предприятия должны развиваться, что мы должны устанавливать экономику, призывая разного рода инвесторов в Башкирию, независимо от того, что вредно, невредно и так далее. И потом же я услышал в редакции новостей, как корреспонденты между собой разговаривали, кто живет в том районе, где находится этот завод, как они сегодня задыхались ночью от Кроношпана. И когда одна из них это сказала, другая ответила, что тихо-тихо, да, на чем что-то говорит об этом. То есть, представляете, это вот охарактеризует весь наш народ. Вот. Они работают сами против себя. Уже непосредственно это касается их уже. Вот все добралось до тебя, все, вот оно стоит перед тобой, вот это зло. И ты все равно продолжаешь за вот эти вот копеечки позорные осквернять свою репутацию, уничтожать будущее своего потомства, популяции. Я только могу таких людей называть популяцией, больше никак. Блин, моя машина будущего точно сработала? Ничего же не изменилось. А, ну Лада Гранта ништяк. Пойду хоть у местных жителей спрашивать, что изменилось за 30 лет. Что могу сказать о оригинальном телевидении, что... Ну, я знал, что там я не смогу работать. Я там всего две недели, две недели потусовался, пока меня не уволили. Потому что я не смогу быть вот таким отвратительным созданием, которое за деньги, да еще и за такие смешные, борется против своих собственных соотечественников. Сейчас же они начинают, видимо, кампании по раскручиванию радио Хабирова, это уничтожители Пазиков. Да, я, конечно, хотел работать и ведущим на этом телеканале, но слава Аллаху, что это ничего не получилось, поскольку все равно там ничего хорошего нету и весь этот канал, наверное, сравним с какими-нибудь, какому-нибудь блогеру-миллионникам. Острый взгляд нам, конечно, никак не может. А, Шляп, подни, пожалуйста, а? А потом, когда я скажу «Здравствуйте, сэр», с ними, ладно? Сэр, да. Здравствуйте, сэр. Скажите, а для чего вы сюда пришли, такой интеллигентный, пазарный, красивый мужчина? Ну как это? Я пришел сюда поддержать Алексея Навального. А зачем вы его поддерживаете? Что, он сам себя не может поддержать? Он не может себя сейчас поддержать. Он на 20 суток в тюрьме, если вы не в курсе. Он нет. А скажите, для чего вы вообще его поддерживаете? Для чего ходите на митинги, собрания и прочие мероприятия? Он надежда для страны. Вас что-то не устраивает? Конечно. Что именно? Или проще спросить, что... Вы лучше спросите, что меня устраивает в этой стране. Да, 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 елочки. Ладно. Спасибо большое, что осталось нам. Пожалуйста. Лиля, расскажи нам, что сегодня за мероприятие здесь происходит? Такую ветерую деньги. Сегодня у нас собрание в рамках всероссийской акции за Навального. Мы требуем политической конкуренции допустить Алексея Навального и других независимых кандидатов до выборов. Требуем дать свободно вести предвыборную кампанию и освободить всех заключенных, арестованных сейчас активистов, которые находятся под стражей. Понятно. А что за Навального? Что это? Какой-то хэштег, может быть? Это и хэштег, и это требование. В целом я могу сказать, что Навальный – это все мы. То есть Навальный – это я, Навальный – это все, кто здесь собрался. Потому что Навальный – это не только личность, но и это такая образная фигура. То есть человек, который предлагает свободные выборы, честные, реформы судов, реформы правоохранительных органов, чтобы не было вот этого беспредела, который сейчас происходит. Нам власти не дают проводить митинги, проводят обыски, арестовывают активистов, конфискуют у нас газеты, листовки и не дают нормально вести Алексею Навальному компанию по допуску на выборы. А сегодня не митинг, сегодня какое-то другое мероприятие? Сегодня у нас собрание. Это другая форма, она не подразумевает использование звукоусиливающих устройств и разных сборно-разборных конструкций. Прежде чем нашего котеночка. Я призываю всех граждан, независимо от политических убеждений и согласия с программой Навального выступить единым фронтом и выступить за политическую конкуренцию, за то, чтобы права граждан поддерживать любую избирательную кампанию, которые им по душе соблюдались. И я не признаю те выборы, которые сейчас планируются без конкурентов, независимых кандидатов. Я призываю вас всех выступить, создать в обществе такую атмосферу, которая бы позволила и всем гражданам не признавать эти выборы, которые и не выборами, на самом деле, это не выборы. Прямо маслом по душе. Это была Лилия Чанышева. Лилия Чанышева, вы кто? Я координата штаба Навального в Уфе. Знакомьтесь, если вы не знакомы, и приходите волонтерами, если вы не приходили. Пока. Нет, там были много прекрасных людей, это безусловно. Много кто не помогал, когда работал корреспондентом. Я благодарен. Вы не думаете, что там все подонки работают и так далее. Просто есть люди нейтральные. Ничего хорошего на телевидении, если вы честный человек, ждать не стоит. Вам никто не позволит не выпустить какую-то критику власти. Даже близко этого вы не добьетесь, поскольку, как я говорил, все проходит через жесткую фильтрацию. После того, как мне скаляются новостей, я также уже собирался увольняться. И об этом молчал еще. И тогда мне главный инженер Сергей Владимирович Боевалов, совок отвратительный, сказал, чтобы я сам увольнялся. Я сказал, что не буду, что буду продолжать бороться. Я даже не знаю, куда обращаться, потому что в этой мерзкой, тиранической стране обращаться-то, по-моему, и некуда. Да, кроме какого-то директора я пытался, но ничего не получилось. Ни о чем я не жалею, сидел правильно. И когда он мне стал угрожать, что все мои коллеги подпишут документы о том, что я не могу с ними сработаться, в то время как у меня с ними прекрасные отношения, я, естественно, сразу же переспросил своих коллег. И был просто в шоке от того, что люди готовы даже без каких-то там угроз, без пыток, вот так вот просто подписаться на такие вещи. Потом как вот смотреть своим детям, да, папа, что ты, расскажи про свою жизнь, что ты делал в своей жизни? Стучал? Ну да, ты принесешь им там хлеб, я не знаю, кормишь вот такими деньгами, которые заработаны на, мысли можно вырезаться на крови других людей. Ну, я не знаю, для меня вот это вот, это уже не жизнь, это какое-то существование. И, естественно, я сильно расстроился, что мои же друзья, получается, готовы были написать на меня докладную, ну, типа докладную, что они могут с ними сработаться. И, в конечном итоге, я все-таки решил уволиться, потому что мне даже просто там было отвратительно находиться. Георгер, давай, заводи толку. Свободу Навальному! Три, два, один! Свободу Навальному! Свободу Навальному! Свободу Навальному! Свободу Навальному! Неважно, поддерживаете вы его или нет, но вы имеете право прийти и просто выступить за свое убеждение или же поспорить с ними, с кем они согласны, и в итоге уже узнавать, есть ли конституция в нашей стране или это какая-то формальность. Свободу Навальному! Что же я хотел вам еще одну историю интересного сказать? Забыл, забыл, вот только угла я бываю. Свободу Навальному! Свободу Навальному! Продолжение следует...